Привет, меня зовут Софья, вы на моем канале, который посвящен веб и UI UX дизайну, а в этом видео я хочу посвятить фрилансу и рассказать вам о типичных ошибках начинающих фрилансеров, которые мешают им найти своих первых клиентов. Подписывайся на мой канал и ставь лайк этому видео, а я, пожалуй, начну. Ну, так, для справки, что вообще такое фриланс? Фриланс – это удаленная кратковременная работа над каким-либо проектом. При этом вы не трудоустроены в штате какой-либо компании, вы находите клиентов самостоятельно, и фриланс вовсе не означает, что вы находитесь в постоянном поиске клиентов. В целом у вас может быть как бы такой на словах контракт с какой-то компанией, и она, например, там предоставляет вам какие-то заказы, или у вас может быть много постоянных клиентов. Ну, в общем, суть фриланса в том, что вы видите какой-то заказ, у него есть стоимость, сроки, ну, какая-то задача, вы ее выполняете, получаете свою оплату и идете искать заказ дальше. Ну, а теперь перейдем к ошибкам. Первая и самая основная, на мой взгляд, это отсутствие портфолио. Сами представьте себя на месте заказчика. Вы выбираете исполнителя и видите, что портфолио нет. Как вы можете понять, заказчик, исполнитель вообще может выполнить задачу или не может, на основе чего руководствоваться. То есть, по факту, вы берете кота в мешке. Поэтому отсутствие портфолио – это одна из самых основных ошибок. Заказчики практически никогда не выбирают исполнителя, у которых нет портфолио. Ну, и, естественно, как вы сами можете понять, вы справитесь с заказом или нет, если вы никогда ничего не делали в вашей профессии. Но здесь чаще всего проблема в другом. Вы, наверное, что-то-то и делали, и, наверное, какие-то проекты у вас есть, но вы считаете, что они недостойны вашего портфолио. Так вот, это совсем не так. На моем канале есть видео, которое называется «Проклятие и отсутствие портфолио». Обязательно его посмотрите. Там я рассказываю о том, почему ваши учебные проекты достойны вашего портфолио, или как сделать те самые учебные проекты, или как пополнить портфолио, если у вас нет клиента. В общем, если у вас есть такая проблема, то обязательно посмотрите это видео, а я пойду дальше. И вторая ошибка – это работа без предоплаты. Здесь, скорее, проблема не в том, что заказчик вас кинет, хотя и это тоже. И случается это довольно часто. То есть, если в основном почему-то все думают, что это фрилансеры какие-то такие плохие, и мошенничество именно с их стороны происходит, то нет, заказчики тоже не белые и пушистые. Они тоже иногда кидают своих исполнителей. Здесь, скорее, дело в том, насколько серьезно заказчик относится к своему проекту. Я не говорю о том, что вы должны просить 100% предоплату за проект или 50% предоплату. Достаточно 20-30%, если вы начинающий. И важно учитывать, что даже если эта предоплата в размере 500 рублей, это все равно имеет смысл. Потому что это означает, серьезный заказчик относится к проекту или нет. Если он не готов оплатить 500 рублей, ну, вряд ли он будет доводить дело до конца. То есть, предоплата будет являться для вас таким мычком, как серьезно настроен заказчик к проекту. Ну и плюс, я надеюсь, точнее, я не надеюсь, я знаю, что все адекватные и нормальные заказчики понимают, что ни один фрилансер не будет работать без предоплаты. И предоплата это нормальная практика в мире фриланса. Поэтому, если вы встречаете заказчика, который вам говорит, я не буду вносить предоплату, блин, скорее всего, вы потом намучаетесь с этим клиентом. Поэтому вторая ошибка это работа без предоплаты. Третья ошибка не выходить на связь. Но здесь я скорее имею в виду не то, чтобы вообще пропасть. Здесь, я думаю, вы прекрасно понимаете, что нельзя пропадать по ходу проекта. Надо быть на связи с заказчиком. Я здесь скорее имею в виду, когда вы должны регулярно поддерживать связь с вашим заказчиком. То есть, когда мы делаем дизайн сайта, допустим, ну, это где-то там 6-7 дней. Вот за это время 2-3 раза отпишитесь заказчику, там, я делаю то-то-то. Можете даже показать ему там какие-то промежуточные варианты. То есть, просто держите клиента в курсе, что вы работаете, все хорошо. Сами поставьте себя на его место. Когда вы заплатили какую-то предоплату, человек ушел что-то делать и 7 дней не отвечает. Ну, вам было бы вряд ли комфортно. То есть, вы хотите знать, блин, там точно все нормально. И либо вы сами будете написывать, такие заказчики тоже бывают. А зачем, ну, вам, как бы, делать так, чтобы заказчик вам писал? Пришите ему сами, просто говорите, у меня все, ок, я вот работаю. Следующее – это срыв сроков. Это, на самом деле, самая главная боль всех заказчиков на фрилансе. И чаще всего отзывы, которые мы получаем от клиентов на других исполнителей, это то, что там нам профукали все дедлайны. Вот мы теперь опаздываем, теперь нам надо вчера. Я очень рекомендую вам, если вы видите проект и понимаете, что я буду делать его 4 дня, говорите заказчику, я буду делать его 6 дней. Почему так? Потому что может случиться любой форс-мажор. Если мы говорим о дизайне, то может не пойти дизайн и понадобится чуть больше времени, чем предполагалось. Поэтому лучше говорите чуть больше. Если в этот момент заказчик вам говорит, блин, это очень долго, объясните ему, что я думаю, что это будет 4 дня, но я вам скажу, на всякий случай 6, если вдруг все пойдет гладко, то я выполню за 4. Но может быть такое, что мне понадобится 6, поэтому я озвучиваю вот такие вам сроки. Еще про срыв сроков я хочу дать вам следующий совет, если вы понимаете, что уже неизбежно, что вы срываете сроки. За сутки или там еще раньше, когда вы поняли, что ну все, я не успеваю, напишите заказчику, здравствуйте, я не успеваю, предлагаю вам скидку взамен на то, что я принес вам такие неудобства. Либо, я не знаю, там еще какую-то дополнительную услугу бесплатно. То есть загладьте свою вину и обязательно предупредите, никогда не ставьте заказчика перед фактом, что вот сегодня день сдачи, и вы такие, я сегодня не сделаю, я сделаю завтра, но дам вам скидку. Нет, это тоже не пойдет. Предупредите заранее и предложите скидку. Таким образом, у вас будут просто прекрасные отношения с клиентом, и возможно даже прекрасней, чем они могли бы быть, если бы вы сроки не срывали. Пятая ошибка, это работа спустя рукава. Я не говорю о том, что каждая ваша работа должна быть шедевром, но вы должны понимать, что если вы выполняете каждую вашу работу хорошо, то заказчики будут вас рекомендовать. Таким образом, у вас будет работать сарафанное радио. А это один из главных критериев успеха фрилансера. У всех фрилансеров постоянные клиенты, это как раз таки те, кто пришел с сарафанного радио. И как будто никто не говорил, что там вот инстаграм приносит много клиентов. Нет, самый большой поток клиентов идет именно с сарафаном. Именно поэтому каждый ваш проект вы должны выполнять на максимум. Вот насколько вы можете хорошо его сделать, вот настолько хорошо его и делайте. Это крайне важно для того, чтобы у вас была выработана хорошая репутация. Вы одним проектом можете убить всю вашу репутацию. У вас может быть 30 хороших отзывов на фриланс-бирже, и один негативный убьет все, то есть весь ваш аккаунт. Потому что, к сожалению, люди смотрят на один этот плохой, единственный отзыв и забывают про то, что у вас там 30 хороших. Поэтому обязательно выполняем каждый ваш проект хорошо и на совесть. Это очень важно. Шестая ошибка, на мой взгляд, очень важная. Это называется пассивный поиск клиентов. Это когда вы думаете, что можно просто сидеть и ждать клиентов, но так вообще не работает. Или что, например, можно там отправить 10 заявок в день клиентам, 10 сообщений в день клиентам. Нет, так не работает. Вы должны понимать, что работа фрилансера состоит из двух частей. Это поиск клиентов и работа над проектами. И они совершенно равнозначны и равноправны, то есть занимают одинаковое количество времени. Иногда поиск клиентов в самом начале пути будет занимать у вас гораздо больше времени. То есть надеяться на то, что вы будете использовать там только один какой-то способ поиска клиентов, и это будет у вас работать? Нет. На моем канале есть видео о способе поиска клиентов. Посмотрите его. Используйте все из них, если вы действительно хотите найти клиентов. Потому что когда вы сидите и ждете, ничего не произойдет. Пока вы сидите только на одной фриланс-бирже, ничего не произойдет. Пока вы только развиваете свой инстаграм, ничего не произойдет. Надо использовать все способы, которые есть. Никто не знает, какой стрельнет именно у вас. Поэтому никакого пассивного поиска клиентов. Седьмая ошибка – это отсутствие развития или обучения. Здесь важно понимать, что есть два пути вашего развития. Это глупь, то есть когда вы, например, дизайнер, и вы сильнее развиваете свои дизайнерские навыки. То есть там, например, вы изучаете больше программ, или, например, ну просто свой уровень дизайна повышаете. И когда мы увеличиваем свои доп-навыки, то есть мы пошли изучать маркетинг, копирайтинг, анимацию, верстку. То есть когда мы растем именно в ширину и приобретаем больше дополнительных навыков. Я не знаю, какой из этих путей вы выберете. Они совершенно разные и, ну, соответственно, очень сильно будут влиять на ваше позиционирование, на стратегию вообще вашего развития. Но, скорее всего, если мы говорим о фрилансе, то вот как раз-таки второй способ будет иметь больше успех. Потому что многорукие и многоногие на фрилансе ценятся гораздо больше. Если мы говорим о, например, трудоустройстве в какую-то хорошую IT-компанию, то там в целом не нужно, чтобы вы все на свете умели. Там, ну, понятно, что нужны доп-навыки, но прямо вот типа в какую-то другую сферу вас не уведут. То есть там гораздо больше ценится, если вы очень хороший дизайнер. И поэтому именно там углубленное развитие будет цениться больше. Поэтому, когда вы прошли какой-то курс, который дал вам ваш старт, это не значит, что после этого ваше обучение заканчивается. Но это и не значит, что после этого вам надо еще идти на какой-то курс. Я говорю о том, что надо подписаться там в инстаграме на каких-то блогеров, на ютубе, книжки разные читать. То есть то, что вы прошли какое-то обучение там 3-4, хоть год, это все равно не говорит о том, что вы закончили ваше обучение. Обучение будет происходить бесконечно. Весь ваш путь будет всегда непрерывно связан с вашим обучением. Поэтому, если вы хотите добиться на фрилансе успеха, вам надо постоянно развиваться. Восьмая ошибка – это непрофессиональное общение с заказчиками. Я была по ту сторону, и я была заказчиком разных услуг. И мне лично, как заказчику, очень не нравилось, когда исполнитель не в деловом стиле взаимодействует со мной. Когда он общается со мной на «ты», когда он использует какие-то свои жаргоны, когда в целом он не использует правила деловой переписки. Когда вместо одного длинного сообщения я получаю 12 сообщений по одному слову в 3 часа ночи. Это вообще все неприемлемо. Если вы действительно хотите стать хорошим специалистом, то почитайте книгу по деловой переписке, и будет вам счастье. Если вы, конечно, работаете с заказчиком, не знаю, уже пятый раз, то у вас могли сложиться какие-то уже взаимоотношения, и вы с ним общаетесь как-то иначе. Это нормально. То есть я здесь не про это. Я говорю о первичном контакте с вашим клиентом. Здесь очень важно следить за тоном вашего диалога. Девятая ошибка – отсутствие рабочего режима. Здесь я, на самом деле, очень многое вкладываю внутрь. Здесь и про ваш рабочий график, чтобы клиент понимал, что вам нельзя писать в 3 часа ночи. И про то, что если, например, вы... Вот я когда начинала, у меня был дебильный график. То есть я могла работать до 4 часов ночи, и, соответственно, я просыпалась поздно. А заказчики, которые как бы в 10 утра уже такие, типа, что, я жду. А я просыпаюсь только там в час-два, и, соответственно, ну, они сидят там, ожидают чего-то, непонятно чего ждут. Но это еще как бы не самая большая проблема, ваш рабочий график. Но все-таки в идеале, чтобы он какой-то там хотя бы устоявшийся у вас был и был приближен к вашим заказчикам. Здесь еще очень важна ваша рабочая среда. Ну, то есть ваше рабочее место, чтобы вы там не где-то на кухне сидели, работали. Или чтобы вы и тут как бы работали, и на кухню выходили работали. Нет, то есть рабочее место должно быть одно. И что творится на вашем рабочем столе, я имею в виду, и ваш виртуальный рабочий стол, и как бы физический. Я на этот счет советую вам посмотреть на ютубе побольше видео, лайфхаки уже заядлых фрилансеров, как они организуют свое рабочее место, вообще рабочие свои процессы. А здесь я вам хочу порекомендовать два приложения, которыми я пользуюсь. Первое это Todoist, это приложение виртуальный ежедневник. Я очень много разных перепробовала, и вот на мой взгляд оно, вот насколько простое, настолько удобное. То есть там минимум всего, просто записываете задачу, сроки, дедлайны, и все очень удобно, просто и понятно, на мой взгляд. И второе это Focus To Do, он, соответственно, помогает вам понять, сколько часов вы работаете. Ну то есть по этой ошибке я советую, вот чем раньше вы начнете изучать эту тему и прорабатывать ее, тем лучше. Потому что очень многие уходят с фриланса именно из-за проблем вот в этой сфере. И если вы сейчас уже поймете какие-то фишечки, как правильно с этим работать, то вам будет проще. И последняя, десятая ошибка. Я надеюсь, что вам никогда этот мой совет не понадобится, но звучит он следующим образом. Это тратить деньги до сдачи проекта. Иногда бывают такие ситуации, они могут быть даже бесконфликтные. То есть вы просто понимаете, что с заказчиком, ну, не идет работа. Ну, вы не можете сойтись, и вы им просто предлагаете, давайте я верну деньги, да мы закроем проект. Потому что вы тратите свое время, и заказчик тратит ваше время. Иногда это могут быть конфликтные ситуации, но в любом случае суть в том, что может возникнуть ситуация, когда вам придется вернуть предоплату, которую вы получили от клиента. Поэтому на всякий случай, ну, либо держите там ваш какой-то, я не знаю, неприкасаемый запас, например, либо просто не тратьте деньги, пока вы проект не закроете. Это все ошибки, которые я хотела озвучить. Надеюсь, что это видео было для вас полезно. Если это так, то напишите в комментариях спасибо, мне будет очень приятно. Это такая традиция на моем канале. Если у вас есть какие-то вопросы по фрилансу, то задавайте их в комментарии. Возможно, на их основе я сниму какие-то другие видео на эту тему. Ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось, и подписывайтесь на мой канал. А мы увидимся с вами в следующих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok